Приветствую всех подписчиков, а также просто зрителей моего канала. Меня зовут Дмитрий и сегодня после долгого перерыва мы возвращаемся в прекрасный мир игры The Elder Scrolls Skyrim. Сейчас мы находимся с вами в дополнении Драгонборн, на острове Солдстейм и в основном поселении Драконья Скала. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Да, я только хотел сказать, что с нами вместе тут наша спутница Сирана, и она не применула напомнить о себе. Собственно, там через пролив я вижу уже вновь пепельных созданий, которые нападают на это поселение. Я думаю, надо бы выбрать это задание и расправиться с ними раз и навсегда, потому что такими темпами они могут тут всех и перебить. А меня это совсем не устраивает. В прошлой серии мы, кстати, с вами еще, насколько я помню, разрешили тайну местной шахты. В свое время она принадлежала восточной торговой компании, которая имела очень большие, так сказать, привилегии на торговлю и разработке минералов на этом острове. Но из-за того, что они наткнулись здесь на гробницу нордов в Ацкау, они не применули отсюда свалить, сказав, что местные живы истощились. Но все это не так. Кому интересно, все в подробностях пошел посмотреть прошлую серию. Так, у меня сейчас из камеры дергалась. Как говорится, я не виноват, извините. Так, ладно, один готов. Второй готов. Третий, давай. Они прям как боксеры, ребята. В стойку и вперед, как говорится, с музыкой и песней. Так, ладно. Давайте пока что немножко раскидаем весь товар, что мы у них найдем. В основном они очень богаты, как вы видите, рудой. Меня это нискодочки не огорчает. Кстати, я уже вам говорил, что если так посмотреть, то эти ребята своеобразные ходячие хранилища руды для прокачки кузнечего дела. Так, и между делом еще. Я отметил задание, но я ума не привожу, куда идти. Так, ну, убить генерала Фалксакария. Ну, насколько я понимаю, ребята, нам придется вернуться вновь в форт Морозного Мотылька. Мы там уже с вами были, и я, похоже, пропустил там что-то важное. Я зачищал этот форт, находил даже заваленного парня, точнее его скелет и письмо, которое меня немного тронуло. И сейчас придется, похоже, все это повторять. Ну, ладно, мы не гордые, повторим. Главное, дойти до туда живым. Вообще, последнее время еще так вышло, что в основном я обитаю вот на самом начале острова. Это о том, я хочу сказать, что насколько каждый сантиметр соцтейма пропитан приключениями. Тут даже где-то маг огня и льда бился, не говоря уже о том, что где-то неподалеку парень и эльф темный тоже ведет раскопки какой-то громницы. Мы там достали, между прочим, в последний раз неплохие ботинки, которые дадут нам возможность бегать по воде. Правда, я их пока не использовал. Не было, так сказать, повода. Но думаю, в будущем они еще сослужат мне хорошую службу. Так. Тут главное не заблудиться. У меня временами пробивается топографический кретинизм. Он, как говорится, следует за мной по пятам. Тихо. Я тут а то сейчас начну все заливать в свою шарманку, не замолкая ни на минуты, и могу что-нибудь важное пропустить. А нам же это не надо. По крайней мере, не хочу быть застегнутым врасплох после всего того, что нам удалось пережить. Так. Тихо все равно. Страшное место. Это у нас что-то ссор. Заберем. Видишь, все и пригодится. Вообще, если по уму, то, конечно же, тут все должны быть уже давно убиты мной. Но кто знает, нужен ключ. Где я достану этот ключ? Как бы это не звучало глупо, но я не нашел здесь ключа. В прошлый раз я нашел здесь все, что угодно, кроме ключа. Ладно, может, я был весьма невнимательным. Ага. Так сказать. Успел я себе оставить путь к отходу, сказал, что я был невнимательным. Иначе, если бы я сейчас утверждал тут и расхваливал себя какой-то суперкрутой, попал бы в просаг. Ну, ничего. Так, теперь мы должны попасть сюда, значит. Ага. Ты что-нибудь слышишь? Пока нет. Ты что, в маске? Ага, блин, она меня испугала, вы видели? Она одела маску драконьего жреца, которую я добыл в прошлой серии тоже, по-моему. Или позапрошлой. Эм. Мужик, ты, может, мирный? Попробую я с ним поговор... А ты еще откуда? Теперь ты в моей власти. Вот... Что тебе стоило генерал поговорить? Я же легионер, как бы. Так. Ой-ой-ой, какой он сильный, ребята. Фух. Ребята, но это было нечто. Так, ключ от форта морозного мотылька. Дубинка. Чуть-чуть перевес, надо будет сейчас что-нибудь забросить с сирани. Так, сирана. Какая-то страшная в этой маске. Эм. Давай вещами обменяемся. Надеюсь, речь не о тех вещах, которые тебе просто надоело таскать. Ты, как всегда, проницательна. Именно поэтому ты их будешь таскать. Так, 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 так. Оружие. Древняя кирка. Нет, я тебе кирку не дам. А вот дубинку потаскать. Меч плацкал тоже потаскай. Может, даже она его возьмет в руки. Конечно же, я отсюда так просто не уйду. Прямо сейчас я использую лук, сияние, рассвета, рывок, влечение, искры, пламя. Ну ладно, пойдем в манью. Насколько я в восстановлении или колдовстве есть? Так, где же ты будешь? Колдовство, разрушение, иллюзия, изменения. так. А вот, магический свет. Пусть освещает мне дорогу. Так, выползай, друг мой. Просто тут плохо видно. А этот свет мне неплохо сослужит свою службу. книжки наберем. Они, по крайней мере, пока что не будут для меня обузой, потому что мы освободили место. В сотни миров. По-моему, некоторые книги у меня даже будут по второму разу. Но ничего. Если что, я их выкину. А где сколько кукла нет? Кастрюля мне тоже даром не нужна. Так, что у нас тут? Посутка. Кухня когда-то было едать, да? По крайней мере, чеснок валяется. Интересно, я же останавливаюсь вампиром, не будет ли он для меня смертельным? Или для сираны? так, так. Ну, тут уже посветлее, поэтому уберусь. Так, зелье, зелье. Чуть смерти. неинтересно, если это кухня, какой умник тут складывал книжки, а? Тут уже как начнут немножко, как говорится, глупостями заниматься. Как-то не продумали дизайн, дизайн интерьера. и, конечно же, сундук. О-о-о-о. Так, это урочным оружием наносено 30% больше урона. А вот это не буду брать. Обычная новосткая броня, это не то, что я бы хотел получить. Так, тут ничего нету. Перо. не знаю, куда меня это выкинет, но посмотрим. Вероятно, всего на крышу второго здания. Ага, так оно похоже и есть, да? Тут ничего интересного, кроме... Кроме, кроме, кроме. Надо посмотреть на эту броню. Четиновая броня, она внизу должна быть. тяжелая броня. Заклинания разрушения расходуют на 15% меньше магии. Так, именно в этот момент я начинаю подумывать о том, что книги не так мне и нужны. Тем более вот такие. Смотрим, может, у меня по две есть какие-то книги, а? обожрение, питомцы знаю, черные книги нельзя выкидывать, фрагмент дневника выкинем, вот это выкинем, культа выкинем, песням пеленали. Так, что это? Здрасте, здрасте. Надеюсь, речь не о тех вещах, которые тебе просто надоелы. Да почему что ты такая, так сказать, проницательная? Нет, я тебе дам очень крутую броню, хотя вряд ли она ее оденет, скажет, ты шоу гонишь? я женщина и я оттаскаю то, что красиво, а не то, что меня защищает. Да, зачастую так и вправду бывает, даже посмотрите в некоторых онлайн играх девочки носят бронелифчики, скажем прямо. Правда, они активно возмущаются, что как это нас защитит, но при этом не применут найти что-нибудь более красивое. так, кстати, между делом я совсем забыл, что мы с вами разрешили, считая одной из проблем, возможно. Сейчас нам надо будет вернуться обратно в Воронью Скаву к главному начальнику. Сейчас это и проделаем. Не знаю, будет ли он возмущаться, скажет, ну и убил ты, но это еще не конец, иди туда-то, затрите земель, другой форт. Я просто вспомнил, что был еще один некромант, который и оживил всех этих пепельных созданий, и генерала Тулия, которого я благополучно упокоил. Эээ, а, это свой. Хотел сказать, что-то новое, нет. Это как раз тот парень, который вел раскопки кургана. Он у нас в последний раз еще занял 2000 септимов для того, чтобы нанять новых работников. Предыдущих, к сожалению, он потерял, когда велись раскопки, на них напали друагры. Все кончилось плачевно. Все дошло, даже, скажем, до того, что нам вновь пришлось зачищать все. Так. Сейчас я немножко получу. А то я могу из вида упустить главного начальника. Он обычно по рынку ходит, но можете изменить своим плечком. пеплом выпрыгивают прямо из ниоткуда. Спасибо за информацию. Аути он. Здравствуй, друг. Я подозревал, что он нет. Генерал Карри убит. Какой ужас. Столько легенд ходит о подвигах генерала Каррия. Говорят, даже, что Воронью Скалу он основал. Он больше не будет посылать поражение пепла в Воронью Скалу. А тебе еще удалось избавиться от генерала Каррия? Это лучше солдатского заработка. Так что скажи спасибо. Я бы тебе друг сказал скажи мне спасибо. Ну ладно. Я буду обрендриваться уже с 8 что тебе еще нужно? Он сказал, что дело очень срочное. Он просто попросил найти тебя и прислать к нему. Ну укладывай. Слушай, это важно. Даже важнее, чем уничтожение порождений пепла. Пожалуйста, как можно скорее поговори со вторым советником. Хорошо, на ненейке я к нему зайду. Так, теперь давайте посмотрим. Так, как идут дела сейчас, когда шапка снова заработали? кстати, вот, я оказывается шахту освоил. Ну, давайте глянем, что у него есть на продажу. И, конечно же, не применим продать что-нибудь, что у нас завалялось в загашнике. Ну, это я оставлю. А вот это вот стоит и продать. Магия нет, это ставим, это ставим, это тоже, а вот это продадим. То, что зачарено, оно стоит подороже, я его и буду продавать. Да. Ну, уже не плохо. Я бы еще книги ему не отказался продать. Но вряд ли он примет их. Так, Сиранка. Эй. Да. Иди сюда. Давай скорее покончим с этим. Покажи, что у тебя есть. О, нет, я не то. Я хотел ладно, посмотрим, что тут у тебя. вещами поделиться. Прости. Прости, что мне пришлось тебя вновь, так сказать, эксплуатировать. Это тоже продадим. Такие задержаны. вот кстати, вот эти вот азидаловы азидаловы сапоги хождения по воде. Она кстати их и не носит между делом. И вот это не носит. Зато маску носит. Она дает довольно неплохой прирост к урону молниями. Она любитель использовать их. тут все завертелось. хотелось бы, чтобы все это пропало. Ну мне работать все... Ну давай показывай, что есть на продаже и все. Да все, что доброму воину нужно. Как они любят поговорить. О, смотрите, неплохо. Угу. И все равно я не могу бежать. Ну тогда и вот это древняя маска. Угу. Вот у нас пропилятые стрелы. А ладно. Если б не чинить надо было. надо еще руды поделать. Видите, надо две руды. Каждый руда вес килограмм. делаем слиток и получается, что экономим вес. Это неплохо. Согласитесь. А сейчас возможно я еще заставлю его дать мне поработать. на мальчиком. Согласим. А посмотрим, что что мы подороже можем сделать. нибудь. На искры. Похоже, вот это кольцо. и мирская эбонитовая починю все и вот это уже неплохо железный кинжал бы еще сделать неплохо мне однозначно это нравится вам надеюсь тоже так дубильный станок у тебя друг тут есть по-моему я тут у кого-то видео да он 2 того парня волоски кожи надо выездил и приятно ты сейчас ими просто воняешь клянусь тебе что касается жителей этого города у меня самые добрые намерения у нас короче местный шериф не применят попрессовать местных ребят давайте бывало тогда поделали минутку макрул я была мы можем сделать и кинжал железный у меня руки смотри чтобы они чистыми и оставались ловер малари твоему суд нужно что-то на мощи мужик нормально его видите он как говорится всех держит на коротком поводке и все что сразу в расход так и надо все что добром одинским отребьем такого извините костяной шлем это у него или у меня так у него не надо кожаный продать и в принципе сюда уже и доспехи на так есть немножко разгрузились немножко прокачали в долгу перед тобой занавижу которая теперь греет наши сердца смотри моя жизнь не нужно же она причем не огрела не смотри на меня ты кто я сама все понимаю я не понял у тебя что все так же плохо даже после того как заработали шахты оказались огромные залежи эбонита у старого крест ценюх он уж точно знает где копать если бы они тогда много лет назад его послушали город бы не захерел если так и дальше пойдет у меня уже через пару месяцев будет крыша над головой увидимся в шахте как я за нее в принципе рад я надеюсь что нет лучше тут где-нибудь а то если я стану шахтером как тебя благодарить он кушать не дай действительно чего мне не хватает это нормальной человеческой еды я уже забыл когда последний раз мы нашим героем питались чем-нибудь не в походе в таверне да и в таверне я по моему был в далеком вайтране он действительно сейчас далеко потому что на горизонте у нас сейчас только morrowing а skyrim где-то там на севере скажем так ладно ничего так это что такое м не понял ладно неважно я этого не видел это наверно просто от голодухи у меня это кто какой-то нор нападает на мою сирану что за тупые норды вы что не знаете кто мы такие сам напал сам умер точнее сама ведь это женщина по пути я бы не отказался кстати заглянуть к местному шахтеру нашему или археологу здесь нет и здесь сейчас мимо пробегу буду по смешищем все так сделаю нет надо сейчас посмотреть но судя по мини карте или компасу где-то здесь он да вот поговорим глядишь уже и раскопал что новая на меня свое время так окей ладно давайте заглянем тогда внутрь глядишь шахтер ходит может он что интересное уже раскопал и просто не хочет делиться а я не люблю тех кто не хочет делиться когда особенно я деньги выжил но что же вы такие пессимисты скажем так все не трать на меня свое время ладно не буду раз вот такие вообще если так подумать ребята я думаю что и эта группа шахтеров тоже кончит не самым лучшим образом потому что там наверняка еще куча прям скажем драгов не говоря уже о том что возможно у нас там черная книга где-нибудь в конце как это мирок ё-моё что-то он меняется дело у гаи они звезд с неба так вот привет но работают усердно зайди попозже посмотришь как у нас дела ну хорошо принципе он прав я к тому что надо попозже прийти и ведь по меркам местным даже по моему суток не прошло с того момента как я последний раз был здесь хотя утверждать не буду у нас впереди там кажись еще один форте есть не знаю кто так близко на ты кого этих фортов смотрите вот морозный мотылек а то у нас даже не знаю что тогда летний мотылек что смысл так близко их раз располагать ну может быть я чего-то не знаю а так по мне так это лишняя растрата сейчас посмотрим давайте потихоньку подкрадёмся что у нас там и глядишь и закончим очередное наше похождение может тут в башне кто засел skyrim в таких башнях обычно обитал либо скелет либо тролль ну или кто-нибудь покусачий тут может быть пепельное создание или вообще никого на скрещу так она есть никого так никого даже форт почему-то не открывается название не говорит как ну там разбойники были мы зачищали а тут у нас какой-то домик по пути ух ты так главное не дать ей близко подойти иначе она меня порвет так 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 о сирана ну шо ж ты ой 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 как мне прости я вытащу или в пещеру хоть куда-нибудь лишь бы подальше от так стоп почему-то у нас еще беспокойный индикатор есть видите глазок что-то тут еще есть но что так вон там он домик давайте потихоньку до него доползем тут в любой момент может что-нибудь из пепла прям восстать именно поэтому я сейчас так осматриваюсь в любую сторону вокруг смогут даже пепельное создание вылезти старый торговый пост так я кажется знаю что здесь будет сейчас давайте только найдем это а вот смотрите похоже по всему острову разбросанного такие фиговины и там можно найти медальоны восточной торговой империи как бы это не звучало глупо но за ними стоит охотиться парень вороний скале нам дает за них примерно по моему 250 золотых за один ну помимо прочего здесь довольно много и такого добра много так впереди у нас какая-то пещерка так давайте совершим можем рассосок небольшой немножко впереди осмотримся там еще помимо всего прочего домик еще один это скорее всего второй такой пост двимирская фиговина какая-то и жареный человек да такие сушеное даже тело так ребята не знаю что это но однозначно кто-то здесь плохо кончил двимирские руины однозначно да так они и называются человеческое сердце похоже ты у нас может было не совсем хорошим да яблочко ну хорошо как румес название зачетное ну ладно ребята давайте тогда я здесь и закончу движется ночь а ночи после установки небольшого плагина который улучшает графику здесь очень темно и не стоит мне подолгу здесь задерживаться в следующий раз мы продолжим наше с вами путешествие спасибо всем за просмотр надеюсь вам нравится всем пока пока